Черная река, бочки с выловленным мазутом, лопаты и кирзовые сапоги. Так уже двое суток трудятся рабочие на северной котельной Владивостока. В субботу вечером здесь прорвало мазутопровод, и часть нефтепродуктов попала в воду. На территории котельной протекает вторая речка, и сейчас рабочие продолжают очищать водоем от инородных тел. Самое главное, что они сделали, это они сразу же отключили мазутопровод, что позволило именно прекратить дальнейшее поступление мазута в реку. Ну и уже после этого приступили к поиску места повреждения. И нашли. Правда не сразу. Пробойна оказалась в трубе не просто зарытой под землю, но и спрятанной под зданием. Собственно, поэтому рабочие, которые обязаны делать регулярный обход с проверкой по котельной, ее и не увидели. Физически не могли. Трубопровод раскопали, дыру заделали. Чтобы мазут не попал в акваторию Амурского залива, сразу после обнаружения утечки установили боны. Это заграждения, которые не пускают нефтепродукт дальше. Сейчас четыре бона стоит на территории котельной и три в устье реки. Несмотря на оперативное принятие мер, часть мазута все-таки успела уйти за пределы котельной. И никто не гарантирует, что ничего не попало в море. Рабочие продолжают чистить реку на территории котельной. Говорят, что на этом не ограничатся. Выйдут с лопатами и за пределы предприятия. Пока трудно подвести итог, сколько мазута успело утечь. Это можно будет сделать только после завершения очистки водоема. К слову, собранный мазут снова будут использовать в этой же котельной. Ирина Мокрецова, Кирилл Корнилов. Новости на Восьмом.